Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим новость, опубликованную на сайте Germes Recovery 12 октября. Мы поговорим о том, какие работы проходят по восстановлению базы данных сейчас, какие работы будут проводиться в течение ближайших недель, и, наконец, посмотрим, что же говорится по поводу вывода средств. Итак, давайте ознакомимся с новостью от 12 октября. Уважаемые клиенты, пункт первый. Сейчас осуществляется один из самых важных процессов. Системные аналитики разрабатывают для команды программистов технические задания на написание нового функционала, включая идентификацию и верификацию пользователей, интеграцию с новой платформой, интеграцию с блокчейн. Качественное и детальное выполнение данной задачи позволит сократить время на программирование. Ожидаем завершить подготовительные работы к 7 ноября. Итак, еще раз вернемся к началу, потому что текст немножко, скажем, сложноват для восприятия, ну давайте еще раз, системные аналитики разрабатывают для команды программистов технические задания на написание нового функционала, включая идентификацию и верификацию пользователей, интеграцию с новой платформой. У нас был такой вопрос, я думаю, он у всех стоит. Вот есть сейчас новая платформа Unite2Live, на которой уже происходит ввод и вывод через криптовалюту USDT. А есть сайт Hermes Recovery, на котором происходит восстановление данных. И, конечно, у многих возникает вопрос, если Роман Василенко намерен платить инвесторам Hermes и выполнить свои обязательства, как это будет происходить? То ли данные с базы данных Hermes будут перенесены на новый сайт, то есть люди увидят у себя в кабинетах те цифры, которые у них были на счетах Vista, тем более, что в новых кабинетах там есть раздел VST, так называемый, что намекает на то, что это специально как раз отведено место именно для данных со счетов Vista. Это один вариант. Второй вариант, может быть, для инвесторов-участников Hermes будет отдельный сайт, на котором будет отдельный какой-то ввод и вывод. Но обратите внимание на вот эту фразу. Здесь написано «Интеграцию с новой платформой». Новая платформа – это United to Live. Другой новой платформы нет. Соответственно, по всей видимости, как раз получается первый вариант. То есть именно данные со счетов Vista будут постепенно, после того, как закончат проверку, сверку этих данных, они будут переноситься как раз на сайт United to Live. И обратите внимание на фразу «включай идентификацию и верификацию пользователей». Опять же, на мой взгляд, это шаг в правильном направлении. Почему? Уже в предыдущих видео, еще несколько месяцев назад, я говорил о том, что если Роман Василенко по-серьезному настроен выполнить свои обязательства и платить инвесторам Hermes, то в обязательном порядке должна быть процедура идентификации или верификации пользователей. Почему? Потому что, когда появился новый сайт, там никакой верификации не было. Я не знаю, существует ли она сейчас, если вы в курсе, пожалуйста, напишите в комментариях. Но когда она только появилась, никакой верификации не было. И никто не говорил, что, ребята, вот вы должны на новом сайте, допустим, регистрироваться обязательно с тем же именем, с тем же имейлом, с тем же телефоном, который был у вас в Hermes. Таких требований не было. Пожалуйста, можно было регистрироваться там с новым имейлом, с новым телефоном и так далее. И к чему это привело? Ну, предположим, на старом сайте Hermes есть человек по имени Сергей Смирнов, условно. У него был открыт счет Виста. На этом счету находится энная сумма средств. Так? И когда прошла информация, что вот создан новый сайт Unite2Leaf, надо регистрироваться там. И Сергей Смирнов зарегистрировался на новом сайте, но с новым имейлом и с новым телефоном, которые отличаются от того, что было в Hermes. Естественно, Сергей Смирнов ожидает, что Роман Василенко выполнит свои обязательства перед ним и перенесет данные с сайта Hermes в новые кабинеты. Ну, так же? Так. Но, извините, а как компания должна догадаться, что это Сергей Смирнов тот самый, тот самый Сергей Смирнов, который был зарегистрирован на сайте Hermes. Потому что имейл другой, телефон другой. И вы прекрасно знаете, бывают однофамильцы. Ну, вроде как озвучивалось, что было открыто 450 тысяч счетов Виста. И я вполне допускаю, что Сергеев Смирнов могло быть там с десяток. Вот как определить, где какой Сергей Смирнов? То есть, если, допустим, программисты, которые занимаются этим вопросом, интеграцией, они открывают базу данных и смотрят, а там 10 Сергеев Смирновых. И, извините, какому из них надо перечислять циферки со счета Виста, если не удостоверена личность? Вы же не хотите, чтобы, например, ваши, допустим, ваши средства со счета Виста были перенесены человеку, у которого просто, ну, по случайности совпало имя и фамилия, как у вас, да? Наверное, нет. Никто этого не хочет, чтобы деньги уходили куда-то не туда. Ну, и, наверное, Роман Василенко этого тоже не хочет. Повторю, если он и его команда серьезно настроены на восстановление. И поэтому, если они настроены на то, чтобы выполнить свои обязательства перед инвесторами, я еще несколько месяцев назад говорил, что в обязательном порядке должна быть верификация личности. То есть, человек должен документально подтвердить, что он именно и есть тот человек, которому принадлежал счет Виста на старом сайте Гермеса, да? Что вот это циферки его. Ну, логично же? По-моему, логично. Вы можете в комментариях написать ваше мнение по данному вопросу. Но, на мой взгляд, как раз логично, что именно проводится верификация на новом сайте. Человек документально подтверждает, что он и есть тот самый человек. Опять же, не будем забывать, что в жизни обстоятельства меняются. Человек, в силу последних различных событий, да, человек может сменить страну, переехать в другую страну. Поэтому, женщины бывают, выходят замуж и меняют фамилию и так далее. То есть, опять же, в каждом конкретном случае надо разбираться, да? То есть, надо подтвердить, что владелец кабинета, это действительно владелец вот этих циферок на счете Виста. Я помню одну ситуацию, когда начались проблемы с выплатами в одном проекте, и они там начали все переделывать. То есть, объявили, что мы сейчас наняли новую команду программистов, и мы будем переносить все данные на новый сайт. Но, там сразу было озвучено условие, на новом сайте, пожалуйста, пройдите регистрацию, но обязательно с тем же самым имейлом, который у вас был на старом сайте. То есть, можно сказать, привязка каждого аккаунта была к конкретному имейлу. И, в принципе, это разумное требование. То есть, они определяли тот этот человек или не тот именно по имейлу, потому что, скорее всего, владелец имейла остался тем же самым, правильно? Ну вот, такие вот мысли. То есть, еще раз, получается, мы здесь читаем, во-первых, здесь говорится об идентификации, верификации пользователей, и, на мой взгляд, это разумный шаг, потому что, прежде чем перечислять какие-то циферки, они должны удостовериться на 100%, что эти циферки действительно принадлежат конкретному человеку, то есть, должны быть уверены, что это он, а не подставное какое-то лицо. Опять же, смотрите, допустим, возможны случаи мошенничества. Есть немало директоров, у которых были очень хорошие заработки, и на счетах находились крупные суммы, да? Что мешает, если нет верификации, что мешает, например, кому-то зарегистрироваться на новом сайте под именем директора, просто с другим имейлом, с другим телефоном, как бы себя обозначить, что я вот там директор такой-то, да? И, типа, перечисляйте деньги мне. Ну вот, чтобы таких случаев избегать, конечно, нужна верификация. Итак, и фраза «интеграция с новой платформой» намекает на то, что именно данные, которые они сейчас восстанавливают, планируют перенести на новый сайт, а там уже подключена система ввода-вывода через блокчейн, через систему USDT, то есть через криптовалюту USDT. Ну, вот здесь как раз и говорится «интеграция с блокчейн». Качественное и детальное выполнение данной задачи позволит сократить время на программирование. Ожидаем завершить подготовительную работу к 7 ноября. Переходим к пункту 2. Пункт 2. Параллельно проводим анализ и сверку базовых финансовых показателей, балансов и транзакций. На данный момент обработано 20% от необходимого объема. Процесс требует намного больше времени, чем было запланировано, из-за огромного объема исходных данных, сложности их физического анализа. Ожидаемые сроки завершения 18-25 ноября. Прошло уже 7,5 месяцев ожидания, когда люди, так сказать, ждут. Да, сейчас те, у кого есть кабинеты в Гермесе, могут заходить в свои кабинеты и видеть свои данные. Ну, большинство, конечно, есть случаи, где люди жалуются, что в свои кабинеты не могут попасть. Но большинство попадает и видит свои данные. Ну, как утверждается в пункте 2, проводятся анализы сверка всех финансовых балансов показателей транзакций. То есть, ну, у меня складывается мнение, что они на полном серьезе хотят восстановить вот всю историю транзакций, начиная с 2014 года, когда только появились счета Виста, появился Гермес. Ну, хорошо, это должно произойти к концу ноября, 18-25 ноября. Пункт 3. По вашим многочисленным просьбам принято решение отложить некоторые плановые работы и оперативно к 1 ноября 2022 года создать функционал внутренней переводы. Пока мы будем заниматься созданием системы, вы параллельно сможете упорядочить свои финансы, провести взаиморасчеты друг с другом. По вашим многочисленным просьбам. Во времена Советского Союза была популярна такая практика, вводились какие-то новшества или изменения, и не всегда приятные для населения, но это озвучивалось и преподносилось как что-то хорошее. По многочисленным просьбам трудящихся. Вот и это что-то мне напоминает. То есть, получается, якобы, что об этом просили сами участники, инвесторы или партнеры, да, то есть много было таких просьб. И в чем эти просьбы заключаются? Чтобы создать функционал внутренней переводы. И якобы такой функционал планируют создать уже к 1 ноября. С какой целью? Ну, вот здесь написано, что когда это будет реализовано, вы сможете упорядочить свои финансы, провести взаиморасчеты друг с другом. То есть, это преподнесено, что это делается с благой целью. Я думаю, вы и без меня прекрасно знаете, что за последний год многие участники, у которых были открыты счета Виста, которые ими пользовались и выводили средства, участвовали в так называемых обменах. То есть, последние годы это стало распространенной практикой. Делать ввод и вывод средств именно через обменники, через обмен внутрянки. Хотя я всегда был против такой практики, потому что я считаю, что нормальная, серьезная инвестиционная компания должна сама обрабатывать заявки на ввод и вывод. И с этим на протяжении долгого времени была проблема. Ну, как бы люди пользовались, да, вот есть обменники, можно все обменять. Но вы прекрасно знаете, к чему эта практика привела. Когда все сайты перестали работать, все накрылось медным тазом, то те люди, которые приобрели внутрянку, стали обращаться в правоохранительные органы и показывать, что вот я гражданину такому-то, допустим, перевел средства. Там 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Вот у меня на руках есть документы. Все, есть доказательная база. И суд встает на сторону потерпевшего. И суд принимает решение. И в этих случаях консультант из своего кармана по решению суда должен компенсировать, так сказать, потери данного гражданина. При том, что, извините, весь сыр-бор и блокировка сайтов и так далее произошли вовсе не потому, что консультант это все сделал, правильно? Не вина консультанта, что компания накрылась медным тазом. Это вопросы надо задавать господину Василенко и его там товарищам, да? Но, смотрите, я о чем говорю, что возникло много проблем именно из-за использования внутрянки. И получается, похоже, что жизнь никого, ничему не учит. В пункте номер 3 пишут, по вашим многочисленным просьбам принято решение даже отложить, заметьте, принято решение отложить некоторые плановые работы и быстренько, оперативно к 1 ноября создать функционал внутренней переводы. То есть, мало того, что уже были суды и по ряду решений судов консультанты вынуждены выплачивать. Нет, нам этого мало. Мы сейчас снова наступим на те же самые грабли. Откроем сейчас перевод, чтобы люди снова начали пользоваться внутрянкой и начать друг к другу гонять. Есть немало людей, которые уже не верят ни в какие выплаты из проектов Романа Василенко. Не верят, что вывод когда-либо будет восстановлен. То, что обещается из месяца в месяц, это все бла-бла-бла, это все оттягивание времени. Более того, тысячи людей уже подали заявление в правоохранительные органы, и давайте на минуточку представим, если 1 ноября действительно вдруг откроется возможность переводить средства из кабинета в кабинет. Что произойдет? Те люди, которые считают, что произошел уже скам и вывода никогда подключено не будет, они будут на любых условиях стараться избавиться от своей внутрянки, от своих циферок. То есть, если они найдут какого-нибудь просточка или желающего купить их внутрянку за полцены, они с удовольствием ее продадут за полцены. Не найдут за полцены, они сделают скидку 70%, 90% и найдут такого человека. То есть, начнется, опять же, активное использование внутрянки, а я уже привел пример, что из-за того, что активно использовалась внутрянка в прошлом, многие консультанты имеют сейчас проблемы, финансовые в том числе, когда из своего кармана должны оплачивать грехи, так сказать, Романа Василенко. И получается, что вот та ситуация ничему не научила, как говорится в известном выражении, чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. То есть, сейчас, получается, не подключив нормального ввода-вывода, снова откроется возможность внутренних переводов, которая приведет к тому, что люди, опять же, массово начнут переводить средства там из кабинета в кабинет и по любой стоимости, на любых условиях избавляться от внутрянки по той причине, как я уже озвучил, потому что огромное количество людей уже считает произошедшее скамом и не верит ни в какие выплаты, ни в какие восстановления. Вы можете возразить и сказать, ну, людям же надо как-то между собой сделать взаиморасчеты. Ну, я согласен. Но почему взаиморасчеты надо обязательно делать через внутрянку? Надо просто дождаться, когда будет подключен нормальный вывод на USDT, если кто-то кому-то должен, например, там, не знаю, 5000 долларов или евро подключить нормальный вывод, ну и рассчитывайтесь друг с другом, вывел нормальным выводом на кошелек USDT деньги и расплати с тем, кому ты должен. Вот и все. Все операции ввода-вывода будут происходить через блокчейн, как мы видим как раз на новом сайте, как это и должно работать. А вот это вот перечисление, переводы внутрянки из кабинета в кабинет опять приведут к проблемам. Потому что когда один гражданин другому переводит со счета на счет, эту транзакцию, да, видят, могут увидеть программисты. В базе данных она отображается. А как, например, увидеть средства, которые передает один человек другому в виде наличных или перечислением на банковскую карту, как их увидеть? Их в системе нету. Поэтому мое мнение по третьему пункту такое. Если они откроют внутренние переводы, а при этом официальный нормальный вывод еще подключен не будет, это опять приведет к проблемам, и как они здесь пишут по вашим многочисленным просьбам. Ну, если такие просьбы действительно были, многочисленные, как здесь написано, то ребята, которые об этом просили, ну, хочется сказать, вы, ребята, с головой-то вообще дружите? То есть вам мало тех проблем, когда, извините, люди друг с другом судятся, идут в суды, и сейчас консультанты из своего кармана должны это все компенсировать. Вам этого мало? Вы еще захотели? Ну, окей. Флаг в руки, барабан на шею. Повторю еще раз. Если цель в том, чтобы упорядочить свои финансы и провести взаиморасчеты друг с другом, это прекрасно можно сделать, когда будет подключен официальный вывод. Человек вывел из кабинета деньги на свой USDT кошелек и рассчитался, кому он там что должен. Вот и все. Все четко через систему блокчейн. Итак, давайте подведем резюме данным пунктом. В пункте 1 мы прочитали, что планируется сделать идентификацию, верификацию пользователей. На мой взгляд, это правильный шаг. Если они хотят действительно заниматься выплатой средств и верификация, необходимо, чтобы не было ошибок. То есть, чтобы средства именно начислялись тому человеку, кому принадлежат данные средства. Дальше. Интеграция с новой платформой. Эта фраза намекает на то, что именно вывод средств будет происходить через новый сайт. Новая платформа. Интеграция с блокчейн. Подготовительные работы планируют завершить к 7 ноября. Дальше. Здесь во втором пункте говорится о анализе, сверке и так далее. И планируют это закончить к концу ноября. 18-25 ноября. То есть, примерно месяц. Месяц или пять недель. Ну и, наконец, пункт третий. Открытие внутренних переводов к 1 ноября. Я считаю, что это решение неправильное. И те проблемы, которые уже были многочисленные, данное решение, оно эти проблемы только усугубит. Проблем будет больше. Ну, в общем, вот такие новости, друзья, на данный момент. Если хотите быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в наш телеграм-чат. Ссылку на чат вы можете найти под этим видео. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok